И снова здравствуйте, дорогие телерадиочитатели. Мы продолжаем прохождение Блодомы, Legacy of K. В прошлый раз мы остановились на том, что наведывались домой к Немезиду, некогда бывшему Уильямом Справедливым, а сейчас он стал Уильямом Трупом. Такова нелегкая доля тирана. Этим мы остановили планы некоего Мебиуса, хранителя колонны времени. Ну или, по крайней мере, Кайн считает, что мы их остановили. Можно ли ему в этом верить? А вы как думаете? На всяком случае, все солдаты Немезиды, как вы можете сами видеть, превратились в призраков. Однако, вместо них ходят вполне себе живые люди с факелами. Что, как вы понимаете, неспроста. Да что ж ты будешь делать-то, а? Ладно, будем по-другому. Вернем тогда похититель, раз они не хотят по-хорошему, потому что, когда те разрывают плоть огнем мечом, это по-хорошему будем по-плохому. То есть, мгновенная смерть. Мгновенная смерть. Хм. И парни с рогатиной показались С рогатиной на вампира Есть в этом нечто офигенно глупое У этих мужиков одного не отнять, они достаточно крепкие В прошлом мне не удалось узнать, что тут Понятно, еще один проход через канализацию Вопрос снимается, он абсолютно не интересен ни для кого Не надо так на меня смотреть Я делаю все, чтобы избежать еще одного экрана загрузки Это вероятно зря А тут у нас что? Да пока что ничего хорошего О, вот это уже другой разговор Эй парни, вы там со мной поговорить хотели, да? Они плохо так мало на них уходят Ну ладно, можно и на выход Было бы, если бы выход был открыт Воды, воды Хм, как хорошо Коли им это машет, мужик И вот тут нам пригодится этот вот пролом Я надеюсь, деньги на ремонт пролома, чтобы не слишком Проломывался, не собирают А то так и разориться можно Да не махай ты так Да не махай ты так Это невежливо До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Я надеюсь, выход будет где-нибудь не сильно подалеку Потому что гулять по воде сейчас будет очень больно Особенно учитывая, что это не совсем вода Субтитры сделал DimaTorzok Так, а из приспособ, ну да Старый добрый освежеватель То есть вот игра не хочет оставить меня в покое, да Она хочет, чтобы я использовал похититель душ Ну ладно, ладно, хорошо Как скажешь Да-да, так называется вторая часть Этой замечательной серии А вот тут я по-моему не был Ну я имею в виду не был в прошлом Да что ж за человек-то такой Этой замечательной серии Значит я сомневаюсь, что там что-то интересное Или хоть на вот столечко полезное Скажу честно, мне хочется просто продвинуться уже дальше по сюжету В конце концов, вам я думаю тоже интересно, что это за парни И почему они массово атакуют Каина с кольями и прочими Им подобными вещами Сердца тьмы как раз подойдут на Оздоровление Оздоровление Субтитры создавал DimaTorzok 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 Упс. Ну, кто же знал, что если менять историю, то тогда может измениться история. К слову, я же могу сделать вот так вот. Не приставай. Что ж такое, на них маскировка даже не действует. Пора доставать из загашника старую добрую булаву. Надеюсь, я смогу махать достаточно быстро. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вот так новости Вородора убили, Каэн последний вампир в Носготе Да он наконец-то увидел этого Мобиуса в лицо Чем бы мне его... Наконец-то до него дошло Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну ладно, посмотрим по обстоятельствам К слову, вот флаги тут развешаны Это такая Очень тонкая отсылочка Очень тонкая отсылочка к Гитлеру Как и все речуки, которые толкал Мобиус все это время Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну да, природа данного Каина, ну, которого вызвал мой бюст, до сих пор не до конца ясна. То ли это и правда Каин из будущего настолько далёкого, что ни в одной из будущих игр он не появлялся, хотя задумался в отменённой шестой игре The Dark Prophecy. То ли это просто какая-то иллюзия Мобиуса. В любом случае способность телепортации в будущем Каин приобретёт. И тут всё завертелось. Продолжение следует... Продолжение следует... И рассыпался в прах. И я всё-таки буду считать, что это был не настоящий Каин. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Он же подложил машину времени к Азимут, которую забрал Каин и в нужный момент переместил Каина в прошлое. Каин убил Уильяма Справедливого, которого Мобиус уже начал превращать в Немезида и вернулся в прошлое, чтобы обнаружить, что все кроме него вампиры в Носготе были уничтожены. И он остался один. Тем не менее, Мобиусу это не спасло. Продолжение следует... 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 Так, Морти, что это за минное поле чудес? Так. Пара секунд на то, чтобы перезарядить картриджи, как говорил Человек-паук. Итак, просуммируем то, что мы узнали только что. Смерть Каина все это время была делом рук Мартаниуса. Ну, точнее, он нанял бандитов, которые убили Каина. Для того, чтобы натравить Каина на круг, и для того, чтобы Каин убил всех членов Круга 9 и очистил колонны. Видимо, в Мартаниусе еще осталось чувство ответственности, несмотря на его безумие. Что, впрочем, не означает, что он собирается сдаваться без боя. Каина. Каина. Ты думаешь себя как Кейн, когда в самом деле ты был родственник! Ты мне хорошо служил, Кейн! Я служил... никого! Верно. Такая коробка! Не видишь? Моя силенция Ариэль и ее реабилитационные реабилитации Это только первое действие в моем театре Гранг и Диорусе В котором ты трагичный герой Попробуй, маленький бампир Попробуй! Фей Виктас! Однако все это время Мартаниусом повелевал демон. Магия анакрот Все это время Мартааниусом повелевал демон, намеки на него были в нескольких местах по ходу игры, в катакомбах Авернуса, где можно было найти тело очень похожее на тело Малека, также я упоминал о книге, которую я, к сожалению, пропустил, но тем не менее, да, там была книга, в которой говорилось о божестве, которому приносили кровавые жертвы, Хаш-Ак-Гики. Помимо этого, в библиотеке Сталберга можно было найти отсылку к загадочному культу, вслед за которым по Носготу всюду следовали истории об одержимости. Убийство Ариэль, этот демон Хаш-Ак-Гик совершил руками Мартаниуса, именно поэтому Мартаниус так стремился исправить порчу колонн и хотел очистить их от скверны. Он хотел помешать демону, который время от времени пользовался его телом, но остался последний, девятый хранитель колонны. Чью судьбу нам предстоит решить прямо сейчас. Я последний пилар, единственный успех в церкви девчонки. С моей силы, мир будет восхищен, или уничтожен. С моей силы. Все это время, с самого своего рождения, 30 лет назад, до этого дня, последним, девятым хранителем круга девяти, был Каин. Мартаниус и Ариэль знали это, и скрывали от него. Потому что он, как и все остальные, был проклят безумием на Праптора. И чтобы колонны восстановились окончательно, и могло родиться новое поколение хранителей, последний, девятый, главный охранитель колонны, должен умереть. И все мы знаем, как хотелось бы Ариэль, чтобы закончилась эта история. Продолжение следует... В его жизни, он был неизвестен, неизвестен. В смерти, он был неизвестен. Однако, выбирая облевание, он уничтожил баланс к земле. Звучит... Звучит... Девятые очки. В фильме, мы неемы. В фильме, мы из Мои Город, и Мои Город. Развучит... Как только тогда она сможет освободиться от своих вечных мук. У колонны равновесия, которые она не смогла уберечь. Да, так бы хотелось и Ариэль. Но мы знаем, как закончится эта история на самом деле. На этом заканчивается Наше прохождение Bloodoman Legacy of Kain Но не заканчивается Наше прохождение Серии Legacy of Kain в целом Потому как в будущем я собираюсь Продолжить Серию Сюжет развился Далеко за пределы того Что изначально задумывали Силикон Найтс И честно говоря мне он нравится Куда больше Здесь можно посмотреть Титры Можно и не смотреть Во всяком случае Всем спасибо за просмотр Можете подписываться и ставить лайк Особенно если вы хотите посмотреть Прохождение Soul River Которое будет следующим До той же поры До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok